Так, значит, фильтр складываем одну сторону ровную, то есть, ну хорошо, так условно, мы все равно позже будем обрезать, сейчас, сейчас, и пленочку вот так, чтобы все вот так вот сошлось, теперь ровняем по краю, вот по этому краю вот этой резинки, складываем, и здесь, вот так вот, по краю резинки, все должно быть ровненько лежать. Не, ну, оно все разъехалось, надо, все разъехалось, нужно пересложить, так, и двумя руками, так, складываем ровненько, так, теперь то. И каждый раз, мы там отлучились, там где-то подруга, да, спокойно, да, теперь две взяли вместе, аккуратненько по краю, клеенка более всего, она так сидит. Все, 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 все нормально, и прижимать не ручкой, а вот этим, смотрим сюда. Цикл сейчас закончился, еще секунды, две, три, ждем, чтобы остыл этот полипропилент, потому что сейчас он расплавленный. Все, немножко остыл, отпускаем. Все, еще немножко подождали подсох, и сняли. Это хорошо получилось? Нет, нет, да. Нормально? Не дожарилось, это, считаем, что брак. Дальше. Зелени было много? Там зеленели, так все. Надо делать быстро, чтобы пока не остыла шина, а то шина остывает, и она уже по-разному начинает паять. Тут есть такой, нужен стабилизатор, я говорил, иначе она постоянно дает разное какое-то напряжение. Все, быстренько, у нас есть запас вот здесь, да, по этому фильтру, то есть, даже если что-то не получится, нам хватит этого ширины, мы вот с запасом ее сделали. Ждем, раз, два, три, четыре, пять. Все, поднимаем. Сейчас, секунда, оно еще чуть застыло вот здесь, и снимаем. Класс. О, вот, это вторая, вот, вот все должны быть вот такие. А если ее сейчас шина, вот, отлично, вот шоу получится. Вот, вот такие должны быть, но дело в том, что мы все равно будем еще наклеивать ее еще на один пакет, то есть, ну, не так уже там важно это все. Мы еще раз будем ее клеить, то есть, уже на, на сам мешок. Так что, главное, вот это закрепить для того, чтобы можно было делать перфорацию. Да, потому что, когда вы приклеиваете сна, ты крик вот на сюда? Пойдет? Ну, да, ну. А, первым, спринешь? Прижали, прижали, так довольно-таки хорошо надо прижимать, плотно так. Закончилось 3 секунды, ждем, и отпускаем. Поднимается, и снимать за одну сторону, вот так вот. Все, вот, отлично. И все, вот это, если... То есть, вот сейчас, пока я эту беру, пока ставлю, шина остывает, да? Она остывает, и, а когда мы быстро делаем, она каждый раз уже разогревается, и будет постоянно разная температура. Поэтому эту партию, что сделали, надо быстренько приклеить. Так. И за краешек сняли. Нет, за один, за один, просто отклеивается. Вот, 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 вот. Вообще супер. Классно? Все, Афанась, я профессионал. Значит, что с ней происходит. Когда мы первым клеим, первую, температура резинки, температура этой, пластины сверху, она холодная. Третья, пятая, десятая, она уже разогревается, сама резина. То есть, уже следующая. Уже приблизительно где-то после 20-й, температура была, например, 5 секунд, она на 5 секунд уже будет прожигать насквозь. Значит, еще уменьшают. Первые, все, в этой штуке. Температура, время больше. А потом, уже... Чем дальше, видим, что уже прожигает, надо постоянно время сбавлять. И бывает так, что если подряд там клеить, клею уже 50-ю, то время может быть вообще 3 секунды. Только так. Нажал, отпустил, и все, и достаточно, оно склеивает. Потом, допустим, делаем следующую партию. Это оставили, ну, пока сложили, оно остыло. Уже снимаем. Ага. Казалось бы, просто, но когда он пощупает рукой, сам нажмет, сам заберет, это по-другому. Не страшно, у нас мы... Нет, это вообще просто. Мы фильтры уже на целый месяц наделали, ну, такое, пусть будет. Там так сильнее прижимать. Да-да, я вам сильнее. Спасибо. Все, давайте вот это доделаем, и дальше будем уже пакеты клеить. А вот на это нет. Уже кровь пошла? Как же так, если же дыма? Ты пока дышишь. Ну вот, перфорация, все нормально. Я не знаю, попробуем. Вот у нас... Ну, вот на темно видно вот перфорации. Угу. Пойдет? Да, да, отлично. Ну, Анасия, будешь ты меня выручать сегодня? Пока. Перфорации. Так, нужно вот так вот подтянуть немножко. Нет. Двумя пальцами держать. Теперь, вот этот край мы еще будем припаивать. Вот здесь. То есть, здесь мы будем все равно паять, и его не будет. Нам нужно перфорацию сделать вот, вот этой плоскости. И мы здесь так, в два ряда быстренько так, сюда и назад. Зря пальцы нужно. Да, там пальцы не надо было пробивать. Да, я думаю, нужно крови немножко туда. Все, и дальше, следующий. Ну, дырочек вообще, вот сколько их делать, мало. Ну, лучше сделать так, сколько нужно. Ну, то есть, ну, побольше. То есть, можно так два раза, ну, не хватит, если два раза там пробить вот так. Лучше все-таки так более часто. Все, понятно. Вот, ну, посмотрите. Если 50 фильтров нужно сделать, то там, там быстро. Ну, ясно, пока чувствую. Как чвейная машинка, потому что это время идет. Ну, я не знаю, может, вообще, можно попробовать какой-то из коркового дерева даже валик какой-то сделать. Не знаю, как это, в принципе. Ну, валик такой, чтобы прокатал и все. Тоже одновременно, чтобы все. Или, я знаю. Я думаю, типа матрицы какой-то. Или матрицу какую-то сделать такую, чтобы штамп поставил и дырка. Нормально. Это уже. Профессионал. Это уже, да, уже можно тут. Ну, нет предела совершенства. Можно... Нет. Что-то бесконечно усовершенствовать. Здесь нет никакого смысла. Там такое. Значит, нас с фильтром много. Нам нужно будет, я думаю, таких вот качественных. Раз, два, три, четыре, пять. Мы попробуем сейчас, чтобы время не терять. Десять пакетов делаем то, что нам надо будет на пшеницу. А все остальное будем делать уже после. Можем, можем, можем пофасовать пшеницу, даже поставить автоклав. Да, он себе автоклавируется. Да, мы это закончим. А пакеты будут... А, как автоклав? Нет. Мы будем пакеты для шайтаки и пшеницу автоклавировать одновременно. Как скажешь? То... Вы планируете, потому что вам яснее. Вы и все остальное. Там Королевская у меня была тоже, что я делала. А. Будем посмотреть, какие лучше. Менялись или... Что вы... С фильтром. Как бы, если получается без фильтра, то... Ну, чем далее? Лишнее движение делать. Ну, с этим можно знать, что получится. Потому что раньше так случалось. Да, вот достаточно. Этой полосочке все, больше не нужно. По центру, да? Да, но единственное, ну, не обязательно так напирать. Чуть-чуть... Он, по-моему, перебор сделал. Да, чуть-чуть такие... Есть отверстия перебор. Уже перебитые, просто дырки получаются. Шеф, ты где-то 50% отверстия перебил. Все, это можно. Да, это не прокалывать, а вот только этот звук так. Так. Это уже нормально. Да. Все, там все нормально. Нет, проверяйте. Тоже есть перебор. Нет, нет, нормально. Вот здесь, эта часть. Вот так нормально. Вот такие полумесяцы должны быть, прорези, а не дырка. Все нормально. Оно получается, когда циркуля есть давление, хотим и нет, оно уже открывает клапан, дышит. Давление получается, вот перепад температуры, вот это дыхание. То есть, даже суточный перепад температуры в блоках становится ночью холоднее, днем теплее. И оно движение воздуха идет изнутри в наружу, снаружи в внутрь. Ну и самое главное, оно не задыхается, чтобы, может быть, асептическое гниение просто называется. Инфекции нет, а гниение происходит из-за того, что нет обмена воздуха. Так тоже не получается. Может, достаточно? Теперь на последнее. Да. Так, здесь нужно, вот, ровняем по краю. Вот так вот. Тогда у нас вот этот шов совпадет. Так, теперь вот этот целлофан. Это внешняя сторона. Вот здесь не совпало. Да и все, и прижать. Все, готово. Вот отца Афанасия у него получается лучше всех. Он профессионал. Ну, так у него и сам, наверное, выше просто. Сам у кого-то, наверное, он профессор. Вот, ну вот оно. Пропускает, да? Наверное, да, будет просто. Или мне казалось? Нет, нет. Нет, показалось. Я вижу, что здесь нет. А вот это надо проверять. Бывает такое, что, вот, вроде заклеили все нормально, а тут так вот раз, и палец пролист насквозь. Ну, это брак такой. Ты уже портишь все это. Ну, да, будет воздух подсосет просто. Все равно внутренний целлофан у нас мешок получается. То есть там он все равно цельный. Но фильтр уже будет пропускать уже под себя воздух. И вот я объяснял Кириллу вот здесь. Почему важно вот ровнять вот этот край, чтобы он совпадал все вместе. Потому что когда мы, когда паяем уже сам фильтр, вот, то этого края мы не видим. Мы не знаем, где внизу находится целлофан. И можно так промазать, что целлофан будет, например, дальше, а пленка вот здесь. И получится, дальше некуда спаять. То этот край нужно ровнять все одинаково. И точно знаем, что у нас где-то вот сантиметр отступили, а тут уже целлофан будет.